Самые северные районы Забайкалья, Тунгокочинский и Каларский, населенных пунктов, оторванных от большой земли, здесь не так много. Но их жители волнуют вполне земные вопросы. Тепло в домах, ассортимент товаров и продуктов в магазинах. Традиционные промыслы это скорее образ жизни. Всех нужд современных людей они не обеспечивают. Проблем в связи с этим возникает несколько. Топливо, например, в отдаленные деревни можно завести только с января по март, в годовом объеме. А авансирование на эти цели из бюджета крайне не предусмотрено. Кроме того, местная власть с трудом находит желающих возить продукты и товары народного потребления. Решается и вопрос полного переселения жителей отдаленных поселков на большую землю. Обязательно государственное регулирование и предусмотрение ряда правовых норм в действующем законодательстве для того, чтобы нам облегчить эту работу. То есть я считаю, что жители должны сами определиться, хотят ли они выезжать или нет. Если они останутся в своем населенном пункте, мы будем всеми силами содействовать тому, чтобы они были обеспечены всем необходимым. Народные промыслы коренных народов, их обычаи, привычки, уклад, еще и ценное культурное наследие всего Забайкальского края. Участники встречи обсуждали, например, развитие домашнего лениводства. Глава региона Равлини Атолин отметил, что интерес к экологически чистому дикому мясу растет, в том числе и в других регионах. Кроме того, уникальная культура северян может быть точкой опоры в развитии региона. Солидный в точке зрения развития эркотуризма, в точке зрения развития экологического туризма, в точки зрения создания мощных структур, связанных с экономической составляющей. В ходе и чем было, чего не стоит реализовать. У нас огромное попасть в тайге, не только пушина, но и только рыба, но и еще и дикоросы. При этом важно найти баланс между сохранением дикой северной природы и активным промышленным освоением этих территорий. Эту задачу будут решать специалисты сразу нескольких министерств. Натерина Гудкова, Сергей Мельтов. Время новостей.